Даша, Яна, Андрей, Вика, Кирилл, Алиса, Никита и Николь. У Ольги Щелкова 8 детей. Старше исполняется 18 лет, младше нет и двух с половиной. Воспитывает их женщина одна. Признается, что порой приходится трудно. Помогают мама, друзья и благотворители. Ольга говорит, что ее мечта – собственный фонд. Ведь о проблемах многодетных семей мама восьмерых детей знает не понаслышке. У меня нет такой, что мне все обязаны, все должны. Да, это так сложилось. Это мои дети. Но если мне помогает, Бог свидетель, я всем благодарна. И вот эти акции, они очень важны. Очень важны. То есть, если для кого-то купить колбасу, сыр, мясо – это нормально, то для нас это, в самом деле, непросто. Чтобы помочь семьям, подобным семье Ольги, и работают благотворители, Центр защиты материнства акции поддержки проводят круглый год. Доброй традицией стала помощь в преддверии Пасхи. Предметы личной гигиены, бытовая химия, продукты питания собираются здесь до апреля. На учете сейчас состоят семь семей, но помочь стараются каждому нуждающемуся. К оказанию помощи мы серьезно относимся. То есть, у нас проходит проверка, семья приближет, чем мы оказываем помощь. Но какую-то простую вещевую помощь, конечно, мы готовы оказать всем нуждающимся, кто обращается за помощью на продукты, на бытовую химию. Как правило, есть очередь все-таки. То есть, прежде всего, наиболее нуждающимся оказываем эту помощь. Неравнодушные казанцы свои подарки многодетным семьям могут принести в Зеланд в женский монастырь до 16 апреля. Здесь их обязательно передадут тем, кто не может себе позволить купить что-то необходимое для себя или своих детей. Альмира Низамова, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.